Привет, это Гриня, и сегодня у нас не совсем обычный формат, я вам расскажу почему. Помните простоквашины и почтальё напечканы, которому совсем не нравилось, что у него не было велосипеда, он поэтому злой был, и знаете, я нахожу определенные параллели с собой. Я перестал снимать влог Гриня, связанное это с тем, что у меня не было хорошего под это фотоаппарата. Да, есть у меня старая версия, с чего я почти начинал, начинал я вообще с GoPro-шки тройки, потом у меня был вот этот замечательный Canon, я на него снимал, но к нему очень много вопросов, чуть-чуть позже расскажу, что дальше, а дальше я перешел на Panasonic. Со сменными линзами, офигенная техника, обалденная техника с хорошим результатом, с хорошей картинкой, но она супертяжелая и из кармана, просто так его не достанешь. Поэтому мне нужен был маленький фотоаппарат, который соответствовал бы всем моим требованиям, и я такой нашел. Sony ZV-1, я хочу сегодня вам о нем рассказать. В моем понимании, это идеальная влогерская камера. Погнали! Итак, представим себя распаковщиком. У меня есть белый стол, у меня есть не совсем характерный для распаковщиков стул, но давайте заглянем, что здесь внутри есть. Я вам скажу, в стиле новых айфонов, здесь не сильно порадует комплектация, потому что в комплектации у нас есть, ну, естественно, макулатура всякая, сам фотоаппарат, который, кстати, обратите внимание, прям совсем похож на мой Canon, но сейчас об этом поговорим. И вот такой вот наборчик из шнурка microSD, о котором тоже позже поговорим. И как-то неудивительно, вот такой вот маленький элемент, который не наблюдается с другими фотиками, но он супер важный и супер ответственный. Итак, прямо сейчас меня снимает Лиза и спрашивает, собственно, какой из них новый, потому что издалека даже непонятно, чем они различаются, и вообще зачем надо было приобретать вот такую вот игрушку почти за 700 с лишним долларов, когда у меня есть уже подобный фотоаппарат. Первое. Canon G7X это действительно один из лучших фотиков, которые можно было использовать для влогинга. У него есть откидывающийся экранчик, у него неплохая встроенная оптика, он записывает нормально, но на этом его преимущества заканчиваются. И в момент, когда ты хочешь записать звук, и, допустим, направленный звук пушкой, ничего не получится. Встроенные микрофоны Canon находятся вот здесь сверху, и это тоже интересная проблема. Когда ты выходишь на свежий воздух, и тебе нужно записать звук, здесь невозможно никак приспособить ветрозащиту, кроме как я подсмотрел у Кейси Найстата, если знаете такого блогера, ставьте лайк. Он тупо взял клеем горячим, вот здесь намазал, и приклеил вот такую штуку сверху. Но, естественно, эта вся хрень очень быстро отклеивается. Плюс еще, когда ты берешь, очень удобно взяться именно за эту часть и перекрыть себе звук. Вот в этом основная проблема. А я до сих пор уверен на 100%, что любое видео любого качества вы можете испортить плохим звуком. Когда не слышно, что вам пытаются донести, дальше смотреть нереально, неинтересно, выключаем и тому подобное. Поэтому звук самая важная часть видео. Я могу сейчас наложить любые сюда фильтры, VHS, помех и тому подобное. Но пока вы меня будете слышать, вы будете пытаться разобрать, какую я вообще херню гоню, и в чем задумка этого дебильного автора. Так что проблема со звуком у этой камеры меня, к сожалению, отправила в поиски других вариантов. Еще один момент. Это маленькая камера с батареей. И, как показывает практика, вот такие батареи, да и вообще в среднем батареи у фото и видеокамер, живут на видео час. Это относится и к GoPro, это относится к Canon, это относится к Sony, это относится к моему большому Panasonic тяжелому. Час работает. Но, когда я снимаю Bokom News здесь в студии, мне не всегда часа хватает для особо сложных каких-то идей. И поэтому в идеале нужна внешняя какая-то тема, чтобы питание поступало постоянно и чтобы не прерывать съемку. Здесь вариантов я не нашел, как это сделать. Поэтому два больших минуса. Отсутствие внешнего звука, отсутствие ветрозащиты, ну это к звуку относится, и отсутствие внешнего питания. Сразу же вот эту вещь отправляет в стан любительских камер. И мы переходим к Sony. Ну, эта камера сильно моложе. Она 2020 года сразу же попала в топы, топы, сразу же попала в дефицит. Ее невозможно было найти. И цены на нее были в полтора раза больше, как сейчас происходит с PlayStation. Кстати, тоже с Sony продуктом. Но! Здесь у нас сразу же появляется внешний звук. Порт 3.5 Jack. Вот он. Соответственно, сюда можно будет вцепить внешний этот звук. Тут же для этого есть место башмак. Причем еще и горячий этот башмак. Куда тут же можно вставить, где у меня тут была. Берем маленькую, маленькую радешку, звук. Нацепляем. И вот у нас уже пушка, которой мы можем снимать намного более качественный звук. У нас есть откидывающийся в связи с тем, что у нас сверху может быть вот такая былиберда торчать. У нас в сторону уже откидывается экранчик. И это тоже хорошо. И таким образом мы получаем качественный звук. И все еще видим, что происходит на экранчике. Можем даже включить и показать, как это выглядит. Вот так. Лиза, привет. Но и это еще не все. Здесь, конечно, удобная система с пушкой. Но я вам скажу по своему блогерскому опыту, что пушка не всегда удобна. Ты иногда снимаешь вот так. В этот момент прекрасно ты разговариваешь с камерой. Но иногда, особенно в нашем случае, когда мы работаем с машинами, что-то где-то происходит или срочно какая-то машина проезжает, тебе нужно отвернуться и прокомментировать. В этот момент пушка начинает работать неудачно. С этой стороны меня уже не слышно. Пушка, поэтому так и называется, звук берет оттуда. Поэтому мы ее снимаем снимаем и ставим как раз ту самую комплектную ветрозащиту. Такую маленькую прикольную штуку, которая на самом деле является просто заглушкой с ну, Dead Cat название в этой штуке, с мертвой кошкой вот именно здесь. И у вас становится настоящая блогерская камера, когда вы можете и так снимать, и так, а она будет писать звук по кругу. И в этом мне тоже огромный плюс и огромный кайф от этой камеры, связанный с тем, что имея вот такую заглушку, она никуда не отвалится. Даже если вы сверху палец поставите, вы не перекроете звук, что даже с этим всем ты сложил фотик, выключайся, выключился, положил в карман и пошел на прогулку, что угодно, тут же тебе нужно, ты достал, включил, все, камера готова снимать. Это действительно круто. Следующая гениальная функция, до которой не додумался ни один производитель. Опять же, я видел тот же кейсенный стат, постоянно про каждую камеру говорил, это проблема, это проблема. Вы позиционируйте это как видео уже камеру. Сделайте так, чтобы когда вы нажимаете запись, у вас появлялась красная лампочка. Просто маленькая красная лампочка, которая сигнализирует, что запись идет. У меня лично были проблемы как с этой камерой, так и с большим импанасоником. Он, к сожалению, не появляется сейчас в кадре. У него накрылся приемник карты SD и уехала эта штука в Киев ремонтироваться. Но ни в одной камере я не встречал вот такую маленькую красную лампочку, которая сигнализирует, что ты забыл нажать кнопку записи. Это маленькая, но очень крутая фича. Дальше снимаем DeadCat и смотрим, что у нас камера специально разработана для видосов. Огромнейшая кнопка REC. Вечно вы ищите, куда же нажать маленькую кнопочку. Вот здесь она находится, вот тут вообще отвернувшись от тебя надо попасть где-то. Здесь же огромная кнопка для записи видео. Дальше прикольная функция. Открываем экранчик и камера готова уже снимать. Не надо искать где кнопка On-Off, которая кстати здесь расположена ну так себе не сильно удачно. Я уже пару раз промахивался. Но тема с открытием экранчика включена, с закрытием выключена. что-то очень необычное и прикольное. Не буду вас долго утомлять. Расскажу еще про две фичи, которые просто невероятные. Первое это есть внешнее питание наконец-то. Этот маленький шнурочек по microSD. Я не понимаю почему в 2020 не поставить сюда USB-C, но по microSD ты включаешь сюда, вставляешь в любое USB питание, которого тоже нет в комплекте, как в новых iPhone, компьютер. у тебя есть вечная запись на сколько хватит SD-карты. Обалденная функция. И последнее, но не по значению, если вы хотите использовать эту штуку как студийную фигню, вот у вас есть HDMI выход, по которому можно смотреть картинку себя любимого, красивого, как это будет выглядеть. Это функции уже серьезных профессиональных камер, и они есть вот в такой малышке. Теперь мы перемещаемся на уличку, где мы будем тестировать еще некоторые прикольные функции, а меня как раз пригласил Сончик на тест-драйв своей новой тачке. Мы там полетаем дроном, поснимаем Сончика, и заодно на свежем воздухе посмотрим, как эта камера снимает. И главную ее фичу рассмотрим. Автофокус, он просто здесь феноменальный, но погнали на улицу. Мы в Одесском порту, я, конечно, не мог не потестировать на уличке камеру, и я больше того хочу попробовать, как получится со встроенной защитой, без нее, вот сейчас конкретно мы без нее снимаем, и всякие шоу, не знаю, слышно вам там или нет. Да, да, я вижу по уровню, что слышно. И приятное с полезным совмещаем, я попал на тест-драйв от одного блогера. Блогер он или симрейсер, но это Сончик. Он снимает свою новую тачку. Я думаю, пришло время ставить ветрозащиту и посмотреть, как это работает. А ну-ка, давайте теперь попробуем ух ты, по-моему, уже лучше. И уже попроще, и уже круче, но мне интересно, как снимается вокруг весь звук, потому что я вообще в свое время очень сильно подсел на пушки микрофона, они очень крутые, и сейчас следующий тест будет именно с пушкой микрофона, но есть большая проблемка. Блогерская камера должна быть настолько универсальной, что, допустим, я что-то вот здесь снимаю, снимаю, разговариваю, а потом резко, очень резко берем и сменяем, допустим, на вот этот ракурс, и голос мой продолжает работать, но уже сзади, и поэтому, когда пушка направлена в сторону именно объектива, меня сзади становится намного хуже слышно, а так, раз, разворачиваем, работаем дальше, но я уже по сравнению с моими Panasonic, к которым я привык, чувствую, что мне не хватает широкого угла, уж слишком большая морда лица в кадре, и меньше я никакой сделать не могу, ну разве что на совсем вытянутых руках снимать, но пришло время пушки, чтобы сравнить одно из крутых достоинств этой камеры с другими камерами, это именно внешний порт 3.5 джек для внешнего микрофона пушки, это действительно крутая тема, еще с внешней стороны, покажу вам, как это выглядит, а ну-ка, так, кадры со стороны, вот так вот выглядит моя установка, звук мы все еще пишем на Соньку, но установка с ветрозащитой встроенной выглядит вот так, очень аккуратно, и весит не слишком много, и я вам скажу, после Panasonic с внешними линзами и пушкой внешней тяжело, очень достаточно тяжело с вот этим надежным очень триподом в руке это все продержать, особенно под какой-нибудь боком New Special, ну короче, а здесь очень легкая, комфортная конструкция, хотя все равно на вытянутой руке кажется слегка устает, но все равно на вытянутой руке есть определенное напряжение мышц, и это, это, это со временем напрягает, и опять же, за счет того, что не хватает мне широкого угла, приходится еще дальше брать от себя камеру, но естественно мышцы больше напрягаются, короче, как-то так работаем, меняем сейчас на пушку микрофон, уже не такое аккуратное устройство у нас на сверху торчит, но сейчас звук должен выйти на новый уровень, вот такой звук у нас с микрофоном пушкой, и теперь давайте покажу что я имел в виду, за что пушки не слишком крутые, я считаю, как для блогерской темы, мы разворачиваем камеру, и вот сейчас я говорю и уже вы меня слышите хуже, но наверное слышите как Сончик охочет на то она и пушка на самом деле пушка дает очень качественный звук и пройдя вот все ступени начиная от GoPro 3 в качестве вообще просто маленькой GoPro снимала меня до потом практически полупрофессиональных камер Panasonic конечно звук решает и какое бы плохое изображение не было сейчас вам наложить какой-нибудь VHS фильтр чтобы это было в стиле 80-х 90-х если звук будет шипящий хрипящий это конечно никому не понравится это несмотребельно ты просто не ловишь что там происходит и что пытаются до тебя донести и в этом смысле Сонька ZV1 меня очень сильно радует выключаем звук то что важно для меня поиграемся с эффектами которые камера может подарить особо требовательным блогерам в частности я видел что иностранные обзорщики сильно хвалили режим soft skin то есть не знаю бьюти-блогерам всяким кому угодно или же кстати надо будет попробовать в студии может быть мне меньше надо будет готовиться к бокам ньюз но сейчас при дневном свете давайте попробуем этот режим режим soft skin подразумевает 4 состояния первое выключенное второе типа самый слабый уровень коррекции третье это среднее и четвертое типа по максимуму я не знаю что он там должен сделать из 60-летнего человека 15-летнего но давайте тестировать и так сейчас у нас режим soft skin выключен а сейчас я его включил на самую слабую степень то есть грубо говоря второе положение и я не знаю какие у вас там изменения идут давайте включать среднюю степень так еще чуть-чуть я подтянул и теперь это среднее состояние я молодею я молодею на глазах и давайте попробуем что же он делает в максимальном своей силе вот так вот режим soft skin работает по максимуму что мне все мне уже 15 лет нет все таки мне кажется он не исправляет прям вообще все-все-все изъяны надо было еще может он меня побреет автоматически получше но не важно я думаю что нам нужно еще потестировать этот режим в студийных условиях во всяком случае для меня это будет интереснее ну а для вас на свежем воздухе наверное тоже это полезно так друзья возвращаемся в студию и теперь студийный у нас тест soft skin вот как выглядит жуя молодой красивый без каких-либо функций дополнительных по soft skin и сейчас будем переходить к самой меньшей степени его включения погнали самый маленький уровень коррекции по soft skin включаем средний уровень и я честно говоря в маленьком экранчике уже перестаю замечать разницу но теперь за вами слово что там видно режим soft skin в максимальном своем исполнении и вот как я выгляжу в студии на постобработке только смогу увидеть как это действительно работает дальше обалденный эффект под который выведена отдельная кнопка о которой мы уже с вами говорили это размытие заднего фона вот я могу рассказывать что угодно но вы будете отвлекаться на машину сонечка делаем так чун и у меня написано что расфокусировка произошла и машина сонечка уже не так важна вы не можете на нее сильно пялиться потому что она размыта что происходит с остальными фонами да вон даже надписи уже сложнее читать и конечно чем дальше фон тем больше он будет размыт мне кажется очень такая кинематографичная плюшка которая может добавить очень прикольных ощущений от просмотра вашего видео влогерская камера блин и последняя шняга которая для меня супер важна и может с нее надо было начинать это фокусировка так быстро как фокусируется эта камера ни одна другая камера не ловит фокус панасоники еще не успевают кэнон подводил местами но здесь просто какой-то искусственный интеллект отвечающий за эту функцию смотрите вообще ворот для меня это актуальная тема но я понять не имею как тыкал тыкал что на номер так а теперь погнали студийный автофокус Лиза так я думаю на этом тесты дневные можно прекращать когда снимаем тест-драйв тачки шо минус-дрон ну блин не в море он безобидно оделся смотри запасные пропеллеры они есть охренеть подвес карточка вылетела поэтому карты наверное на дроне не остались но они должны были остаться в этой штуке все в остальном целый яд хокер такой он высоты а вот оттуда на палубу чувак нам принес моряк ну все тест-драйв что так себе начался а теперь интересная инфа заходим на е-каталог смотрим фотоаппараты и давайте глянем что там как там ZV-1 себя чувствует в стане вообще всех своих конкурентов нам нужно выбрать функциональные компакты 61 модель нам обязательно нужен поворотный экран сенсорный экран нет 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 но этого достаточно всего лишь 27 моделей представлены на рынке которые готовы нам предоставить именно вот этот компакт ультра зум тут же Sony собственно RX100 я слышал об этой камере в руках ее не держал но это вот та самая заготовка из которой эволюционировал ZV-1 тут же рядышком Canon PowerShot но Mark II тот что я в руках крутила это было первое поколение Mark III уже есть но тоже я смотрел некоторые обзоры люди хвалят Mark II давайте его в сравнение кинем дальше Sony RX100 уже третье поколение а вот и наша Сонечка ZV-1 ну естественно я уже копался в ней она даже вон готова стоит в сравнении Sony ну давайте Соньки больше не будем трогать но для приличия какой-нибудь Panasonic найдем но смотрите здесь и не пахнет горячим башмаком а ведь именно на него нужно поставить внешний звук или же что-то другое Canon PowerShot тоже мне не нравится не нравится не нравится не нравится еще пару товаров Panasonic ну давайте для приличия все-таки один Panasonic выберем хотя мне кажется что он не соответствует особому цифровой компакт ну посмотрим что Panasonic готов нам предоставить и прыгаем с сравнением и так размер матрицы 1 дюйм ZV-1 у Canon G7X Mark II тоже 1 дюйм но у Panasonic побольше будет максимальный размер снимка меня не сильно интересует цветосила у Panasonic прям сильно хуже здесь пока что ну все уже Panasonic проиграл тут картинка будет намного хуже давайте смотреть дальше оптическое увеличение у Canon больше оптическая электронная стабилизация у Соньки пока что вот пожалуйста порты подключения и погнали HDMI версия 1.4 кстати это нововведение в моем Canon G7X этого не было но пожалуйста а тут есть аудио вход микрофона и наверное на этом уже можно было бы заканчивать но вот еще у нас есть фокусировка точек фокусировки 31 а здесь в 10 раз больше 315 315 вот в этом и весь прикол фокусировки Sony ZV-1 ну и все так и Сонька и весит смотрите на каких-то там 25 грамм меньше но мелочи приятна и конечно же совсем а ну потому что Canon из стали а Сонька из алюминиевого сплава по-моему мне пора выставлять Sony счет за рекламу этой камеры но к сожалению объективно это лучшее решение на рынке и это очень несложно по сравнению найти правда ценник вы знаете я попал на черную пятницу и ценник был поменьше и вот вы видите как раз динамика цен мы сразу можем посмотреть как раз наверное я успел на вот эту самую прогнувшуюся цену нет что-то что-то наверное было еще чуть-чуть ниже я где-то в магазине поймал но на вот этом скачке да 16-11 это как раз плюс-минус было предчерная пятница короче ребята цена конечно сейчас кусючая но вы платите за качество за лучшее что есть на рынке ну что остался один единственный тест который я хочу сделать это съемка в ночное время кстати если вы не заметили я не сильно большой фанат цифр именно сколько там чего объектив и там подобное та же светосила те же миллиметры и тому подобное я пользуюсь на уровне обычного юзера обычного влогера когда хочется просто эмоций когда хочется просто достать камеру из кармана и начать себя снимать поэтому я именно в этом ключе построил это видео а мы с вами похоже отправляемся на уличку Лиза ты видишь себя привет только я забыл горилла под этот треногу на который можно дальше оттаскивать это максимум на что я могу вытянуть руку а именно вот такое вот большое лицо но почему не сделать более широкий экран мы возле дюка здесь поставили какую-то огромную качель Лиза что? карусель почем? карусель высоко высоко фокус фокус на Потемкинской вот такая штука ух ты тема так срочно переговариваем всю эту музыку потому что она может залететь нам в авторские права главная елка Одессы леденцы вместо колон горсовета и Лиза поющая все на этом тест заканчиваем возвращаемся в студию мои выводы и снимаем мы сейчас уже на Соньку здесь в студии что я могу сказать этот размер эта стоимость и этот функционал это очень и очень круто я ничего не говорил о минусах которых на самом деле у меня насчиталось всего-то 4 пункта я хотел бы чуть более широкий объектив я уже привык вот к этому лумиксовскому 818 чтобы это не значило но наверное 8 какая-то циферка такая волшебная которая дает просто огромный широкий экран на расстоянии вот даже не сильно вытянутой руки в Соньке мне этого чуть-чуть не хватает но зато хороший повод заняться собой привести в порядок похудеть чуток однако конкретно в этой камере если она влогерская угол должен был быть чуть-чуть пошире второй пункт это microUSB вместо USB-C но мне кажется это не минус для меня это минус для других пользователей у кого один-единственный шнурок USB-C всегда с собой я как пользователь айфона всегда с собой таскаю полный набор тут есть и microUSB и USB-C и Lightning поэтому для меня это совсем не проблема может быть для кого-то будет третье да у нас на Sony безумно вот насколько возможно настолько запутанное меню оно не совершенно непредсказуемое куда-то нужно вниз щелкать где-то нужно щелкать направо при этом у тебя система управления кружочком и при этом при всем имея тачскрин когда можно сфокусироваться по точке вы не можете в меню использовать функции тачскрина вы только можете листать этим самым кругляшком зачем это было сделано почему нельзя ткнуть пальцем в тачскрин и в общем-то это так было сделано в старом добром кеноне я до сих пор не понимаю ну и последнее что меня убило вы отсняли материал у вас очень мало времени срочно нужно перекинуть что-то с sd-карточки вы достаете карточку с фотика засовываете ее там в картридер в ноутбук куда угодно и охреневайте систему папок продумывал более тупой брат того кто продумывал систему меню это просто жесть у вас видео находится в четвертом уровне под папок где-то вообще с нелогичными названиями фотки находятся еще в другой папке это жесть жестяна исправить это я не смог никаким образом но это конечно дело привычки зачем нужно было это делать я не представляю неужели настолько большой функционал этой камеры что нужно было делать действительно там добрых десятка два папок на карточке sd основная ее функция это снимать видео видосы должны были лежать в корневом каталоге чуть ли не итак камера не без минусов но при этом sony проделала охренетительную работу создав самую компактную в мире камеру идеальную для влогеров сейчас влоги уходят на немножко на второй план однако при этом все-таки те кто выросли уже на влогах и до сих пор их снимают и у них миллионы просмотров используют как внешних операторов привет так и серьезную технику там чуть ли не камеры с другой стороны начинающие влогеры кто хочет только ворваться на этот рынок наверное не готовы сейчас 700-800 долларов отдавать за соньку и поэтому используют там начиная от телефонов заканчивая гоупрошками для меня я нашел этот вариант очень-очень приемлемым и подходящим для меня я готов потратиться на качество да это не качество вот таких объективов которые сам по себе стоят 800 баксов но с другой стороны этот объектив тоже нужно время чтобы его поставить на тушку фотоаппарата и ты просто не можешь достать это из кармана и начать снимать итак новая камера будут вам влоги ваши лайки ваши подписки ваша активация колокольчика меня всегда радует с наступающим новым годом у нас еще несколько видосов до 1 января планируется оставайтесь с нами от вас хочу в комментариях тоже мнение хотите ли вы подобные разборы моей техники она мне постоянно приходит какая-то у меня есть там и вот такие штуки для айфона стабилизатор кстати мы сегодня использовали его в съемке и всякие источники которые вот пишут звук я не знаю внешнее питание кстати для соньки я почему-то с перепугу сразу приобрел но нафиг не нужно в этот типа заглушка в батарею однако постоянно какое-то оборудование проходит могли бы делать на него обзоры время от времени так что жду ваше мнение по этому поводу а пока все гриня отключается пока-пока а ну и у меня оператор сегодня самый лучший в мире пока ваше мнение ваше мнение ваше мнение ваше мнение ваше мнение